Меня зовут Наталья, фамилия моя Комиссарова. В 93-м году я встретилась с Господом, а в 2005-м я встретилась с Богом Авраам Исаака Иякова в Израиле. Потому что Бог меня в это время послал служить в Международном доме молитвы круглосуточно. Директор там Том Хесс, если кто-то знает этот дом. Послал на один год, и там я прослужила больше 10 лет. И молилась через Дамасские ворота. Когда меня послал Бог служить в дом молитвы Тома Хесса, международной, то до этого, в 2000-м году, Том весь мир разделил на 12 секторов по числу колен Израилевых, по числу апостолов и по числу 12 ворот. И они сидели со своей командой и молились за каждое ворота, кто будет отвечать за обратную связь. Но было время, апостолы пошли до края земли, а теперь с краев земли в Израиль приносить. И они увидели, что в Дамасских воротах, в середине вот этого сектора, стоит город Самара. Я из Самары. И они приглашают моего пастора. И он стал ездить в дом молитвы на эти конференции. Представлять Россию. Потому что Дамасские ворота отвечают за обратную связь всей России через Дамасские ворота в Израиль. И через Израиль, через Дамасские ворота во всю Россию. Понимаете? Понимаете, где мы находимся? И я там качала. Мне нравится это слово. Качала. И я вот здесь вот вчера думаю, Господь, Господь, что такое качала? Он говорит, вы качаете нефть, ребята. Вы качаете нефть. Вы качаете энергию. Энергию. Чтобы взлетел Буран. И облетел всю землю. Когда пастор приехал в 2000 году, я уже была лидером молитвенного служения в своей церкви, он мне дает карту и говорит, вот мы отвечаем за Дамасские ворота. Я говорю, что это значит? Сам не знаю. Там все на английском языке было. Мне дали карту, сказали, вот ты дам, Дамасские ворота. Мы предположили эту карту. Мы стали молиться командой молитвенной. И спрашивать, Господь, что это такое Дамасские ворота? Почему Дамасские? И нам Бог напоминает, что в деяниях апостолов написано, что Саввел пошел в Дамаск. И у Томаха как раз написано Дамасские ворота. Рувим – это патриарх, значит, и Павел – это апостол. Что было с Саввелом? Он встретился лицом к лицу, чем со светом, с огнем. Я только сейчас получаю. Он три дня был слепым, а сейчас 30 лет церкви в России. Три и нолик. Нолик – это страсть. Я вот верю, что сейчас пришло время нам так качать через Дамасские ворота в Израиль и получать из Израиля. И это первое, что – молитва. И меня потом Бог очень коротко просто вернул в 19-м году в Россию. Чтобы я согласилась, Богу просто сказала «да». Чтобы открыть Дом молитвы в своем городе, но с одной целью. Не чтобы только в городе моем был Дом молитвы. 24 на 7. А чтобы по всей России в каждом городе. Я так рада того, что вот сейчас я здесь, что я вижу. И когда я первый раз в феврале на площадку армии пробуждения попала, посмотрела по онлайну, увидела Александра и говорю, я хочу его знать. Меня никто не звал. Я купила билет, приехала сюда, говорю, Саша, здравствуй. Я пришла к тебе на ночную молитву. Мы с ним познакомились, помолились ночь. Потом он меня пригласил вот в эту церковь. Потом я познакомилась с Олегом Гулевским. Мы два часа с ним разговаривали, не знали друг друга. Патрика. И в общем, вот так вот все пошло. И вот этот Дом молитвы, когда меня Бог дал мне вызов, все, что мне нужно было сделать, сказать да. Потому что людей не было, денег не было, места не было. Был вызов. И вот сейчас у меня такое послание. Сейчас есть Дом молитвы. У нас есть дом. Это не открыла никакая церковь. Хотя я церковный человек. Но этот Дом молитвы для всего города и области. Для всех конфессий. Во имя Иисуса. И вы знаете, никто нас не спонсирует. Сам Господь. Мы сами молимся, сами спонсируем этот Дом. Понимаете? И я знаю точно, что такие дома должны быть в каждом городе. И у нас этому Дому уже 4 года. И мы открыты к тому, чтобы, если вы хотите, вот я просто, ну, ложусь вот этим сухим деревом, чтобы гореть и помогать всем, кто хочет открыть Дом молитвы в своем городе. Потому что просто, ну, есть опыт, есть вызов, и все, что нужно Богу сказать да. Как это будет? Он говорит, Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего синит. И рожденный будет от Бога. А теперь сегодня я приехала на этот Пенуэл только с одной целью, чтобы быть частью этой команды и качать, и молиться, чтобы весь дом, я хочу посвятить вот этот Дом молитвы для Армии Пробуждения.